26 и 27 мая в Центре культуры и молодежной политики проходила двухдневная обучающая программа, направленная на подготовку компетентных наблюдателей на выборы в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года. В настоящее время активно развивается процесс открытого наблюдения, когда на избирательных участках присутствуют общественные наблюдатели, выбранные из числа обычных жителей. Общественная палата России вместе с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» организуют обучение для будущих наблюдателей. Ведь на них лежит важная задача – следить за соблюдением прав граждан. Когда на участках присутствуют общественные наблюдатели, главная цель которых – либо предупротить нарушения, либо их выявить и устранить. В том числе нарушения, которые осуществляют и члены участковых комиссий, и избиратели, ну и разные деструктивные элементы. Сегодня мы вас будем учить, как правильно реагировать на внештатные ситуации, расскажем вам о ваших правах и обязанностях. Слушателями семинара стали работники культурного и образовательного сектора, Смоленской атомной станции и других общественных организаций. За два дня они познакомились с процессом избирательного дня, узнали о возможных нарушениях в ходе организации и проведения голосования. Организаторы даже смоделировали проблемные ситуации, которые погрузили будущих наблюдателей в нюансы избирательного процесса. Я же могу снять также и персональные данные избирателей. Это будет еще одно нарушение, которое я выложу. Никогда не молчите. Останавливайте. Останавливайте и призывайте представителя комиссии обратить внимание на ваши замечания. Никогда не молчите. Ваша роль не молчалилого наблюдателя, а активного участника процесса. Ключевая задача наблюдателя – обеспечить законность и прозрачность избирательного процесса, убедиться в честных выборах, а также увеличить доверие к процессу голосования. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.